МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ироганолекарства в Башкортостане будут развивать пантовое оленеводство. Недостаток реализованных инвестпроектов в сфере деревообработки сегодня обсудили в региональном правительстве. Выяснилось, что более 1,5 территории под вырубку не соответствует заявленным объемам. Как отметил заместитель премьер-министра правительства Дмитрий Шаронов, предстоит проработать три направления. В частности, отсутствие кадастровой паспортизации лесных участков при передаче их в аренду. Финансирование здесь осуществляется из федерального бюджета, но выделяемых средств не хватает. Кроме того, сегодня в республике отсутствуют достоверные материалы о составе лесов. Из-за этого на 30% выделенных под вырубку участков количество древесины не соответствует заявленным показателям. Еще одно направление – нехватка дорог и высокие требования дорожного весового контроля при перевозке древесины. Как следует из стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2020 года, сегодня реализуется более 30 инвестпроектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций более 50 миллиардов рублей и созданием более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Минфин России вновь разрешил уменьшать налоги на нефиксированную часть страховых взносов в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день все индивидуальные предприниматели, если их годовой доход превышает 300 тысяч рублей, обязаны перечислить в бюджет 1% от суммы превышения, но не более 149 тысяч рублей. Ранее Минфин признавал данный платеж фиксированным и разрешал уменьшать другие налоги на эту сумму. Однако в октябре этого года платежи ведомство признало нефиксируемыми и запретило налоговый вычет. Таким образом, общая сумма налоговых и социальных выплат СП увеличилась минимум до 10, максимум до 30% и стала для многих неподъемной. Но не надо забывать, еще и банковские у нас есть проценты, которые за снятие, за перевод, они потихоньку копятся. А если уж хотя бы начнут с этих 1%, для индивидуального предпринимателя показывать свой доход, будет куда легче, проще работать по белой, потому что он эту сумму все равно сминусует с налогов. То есть, с которой он должен был уплатить, он может уменьшить налоговую базу на эту нефиксированную сумму. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на завтра. Американская валюта подешевела на 13 копеек, курс 71.12. Европейская, напротив, на 13 копеек подорожала и курс 77.61. Лучшие обмены и курсы на сегодня – покупка доллара в Уралкапиталбанке за 71.01, продажа в БКСбанке за 71.39. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в БКСбанке за 77.37, по продаже в Бинбанке за 77.98. С начала года сельхозпредприятия Башкортостана произвели 1 млн 672 тыс. тонн молока. Это больше на 1% по сравнению с прошлым годом. Предварительные итоги года подвели в Минсельхозе Республики. Снижение на 2% отмечено в производстве мяса до 327 тыс. тонн. Объем товарного меда остался на уровне 2014-го – 6,5 тыс. тонн. Рост отмечен в производстве шерсти на 7% до 2 тыс. тонн. Существенное снижение на 13% в выпуске яиц до 838 млн штук. Причина спада – перепрофилирование яичных птицефабрик на производство мяса бройлера. И сегодня стало известно, в Башкортостане будут развивать пантовое оленеводство. Республиканская делегация посетила Алтайский край, который считается регионом-лидером в данном направлении. Там за год производится порядка 10 тонн консервированных пантов, так называются рога оленей моралов. Продукция, которая используется в медицинской сфере, экспортируется внутри страны и на дальние зарубежья. Какие объемы планируется выпускать в Башкортостане, сейчас определяет республиканская минокология и природопользование. Как отметили в ведомстве, Башкортостан – одно из мест обитания моралов. Работа проводилась еще в 40-е годы прошлого века. В частности, осуществлялась реаклиматизация этих животных. Пантовое оленеводство – одно из приоритетных направлений концепции развития охотничьих хозяйств, которая рассчитана до 2030 года. О новостях у меня все. Далее программа «Взгляд». Говорим о восстановлении производства. В гостях глава Минпромторга Республики Искандер Махмудов и доцент Константин Кузьминых. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова